Почему я родился в Ярославле? Потому что мои бабушка и дедушка с материнской стороны, Николай Сергеевич Татьяна Ивановна, они жили в Ярославле. То есть дедушка на самом деле родом из Рыбинска, бабушка из самого Ярославля. Мой дедушка работал главным электриком текстильного комбината «Красный перекоп». Того самого, где, как вы знаете, работала как раз в пору моего дедушки. Работала Валентина Терешкова, женщина-космонавт. 6 марта у нее день рождения. О! День рождения Терешковой только что произошел. Отлично. Поздравляем и с днем рождения, и с женским днем. Ну, в общем-то, Валентина молодец. Я ее несколько раз в жизни видел и последний раз относительно недавно. Должен сказать, что в прекрасной она форме. В общем-то, всем бы так. Молодчина. Генерал. Генерал, ну что ж. Тоже приятно. Женщина-генерал. Это звучит секси. Значит, жил я, в общем, в Ярославле совсем недолго. К сожалению, да. Значит, но дело в том, что моя мама, Руфина Николаевна, она из Ярославля уехала, как, в общем-то, это, к сожалению, принято у амбициозных провинциальных девушек. Она уехала, закончив в Ярославлю школу, она уехала в Москву. Уехала она в Москву, поступила на исторический факультет МГУ, там встретила моего папу. Они поженились. Но жили они там в Москве в очень плохих жилищных условиях. То есть они жили, правда, в самом центре Москвы, на Патриаршей пруды, Ермолаевский переулок. Это вот там, где в романе мастера Маргариты Бриллиоза голову отрезала. Они жили в коммунальной квартире на четвертом этаже в одной маленькой комнатушке. А здесь у моего дедушки, у Николая Сергеевича, у него, как у такого достаточно высокопоставленного профессионала, у них была, в общем-то, очень даже нарядненькая по тем временам трехкомнатная квартира. Поэтому решено было, что неплохо бы моей мамочке произвести меня на свет в более комфортабельных условиях, что и было сделано. Вот, собственно говоря, история моего появления на свет в городе Ярославле. Редактор субтитров А.Семкин